доброе время суток дорогие друзья с вами александр святов сегодня поговорим о вот таком на же это эльф от ножевой мастерской которая называется кастом на эффект рей титан карбон с 35 вен подшипник флиппер и вообще довольно неплохой молодожить хороший нож если бы не несколько но ключевое но это цена цена ножа в пределах 350 долларов там в разных магазинах она по-разному стоит встречал и по 400 и по 415 и выше на самом деле в зависимости от исполнения и нерой кастомизации а если смотреть на ттх ножа в первую очередь бросается в глаза его общий размер то есть длина общая длина ножа 244 миллиметра замечу очень немаленький нож клиночек 115 миллиметров толщина по обуху 3 и 4 миллиметра сведен нож но на самом деле довольно толсто примерно 07 здесь вот и примерно 0 9 уже ближе к и кончику видно да то есть вот это вот первый такой минус для меня спуски практически от обуха декоративная такая голомень присутствует клиночек смотрится интересно в руке лежит хорошо но не хватает нескольких немаловажных моментов вес ножа 165 грамм то есть для таких габаритов это вообще ни о чем на самом деле сбросим 167 где-то подбирают где-то не так поставил не суть важно до 2 грамма сюда флип хороший но не хватает в первых насечки на флиппере вот здесь то есть но реально не хватает скользкий получается так как прижимная сила фрейма именно в этом ноже очень немаленькая то есть пружина фрейма видеть довольно так а такая внушительная то нужно приложить усилия и чтобы палец вот не сорвался не хватает здесь насечки дело поправимая ну да ладно в руке очень комфортно но опять же пальцев когда мы ставим палец на обувь зацепиться но абсолютно не за что то есть при прекрасном стол воши и классно карбоне ну хоть малейшие какие-то вы насечки сделать то есть там как например на соброзе вот такого плана насечка было просто шикарно очень хорошо бы чувствовался нож в руке а так немножко контроль теряется ну да ладно как обработан карбон карбон высокого качества то есть я здесь не нашел ни карвинок не рытвин ничего не пузырька воздуха ничего нет все очень хорошо но видны следы фрезеровки на чп у конкретные такие он не заполирован не обработана дачка ничего с одной стороны это хорошо с другой стороны это плохо с какой стороны это хорошо это хорошо в том плане что в мокрой руке карбон будет держаться в ладошке немного лучше нежели если под был заполирован в чем это плохо но немножко в эстетическом плане то есть можно было бы открыть рисунок карбона намного лучше пройдясь разного рода шкуркой и вот такой вот момент который меня просто убил смотрите как сделаны винты то есть вот я вот этого честно говоря просто не понял вроде бы такой недешевый нож неужели нельзя сделать винтики в потай утопить их поглубже в ручку на рукоять ну как то вот это меня на самом деле удивило и клипса клипса это просто отдельная песня хочется плакать на карман одеть не получилось ни одной ни двумя руками там по изгалялся по издевался и пока я не отогнул клипса вот таким макаром ногтем только с этого момента что-то получилось ее на карман одеть зачем такое делать клипсу было ну блин у меня просто в варенье укладывается на такие вот минусы у этого ножа на всем остальном в принципе довольно неплохо в руке лежит неплохо я бы доскал хорошо особенно если у колос не маленькая такие внушительные габариты у ножа flip все хорошо клиночек по центру фрейм заходит где-то на одну треть можно вы чуть дальше прожать он не залипает хорошо открывается люфтов я здесь не ощутил сухарь присутствует и этот же сухарь выполняет роль стопора фрейма то есть он никуда не отогнется присутствует такой ограничитель видны следы фрезеровки для кого-то это плюс для кого-то это минус мне на этот принцип особо внимание обращать неохота но они есть на самом деле очень похоже работ на у нас похож по качественной работы кевина и адая я не уверен где делают комплектующие под эти ножи слух по слухам просто-напросто в китае но подтверждение я особо не искал нет не интересно то есть уже на совести ребят которые этим занимаются по дизайну же прекрасно по исполнению есть вопросы если уж взяли сделать ножи с таким звучным именем да там обозвались кастом на эффект лишь то хочется уже получить ну действительно если не кастом то хотя бы предмет который не нужно допиливать вот здесь конечно рука у меня скользит eclipse а но если это покет knife то карманный нож наверное вот так можно на карман одеть чтобы вы понимали да пытаюсь на салфетку кевиновской это все дело и и никуда тупо не хочет садиться если же мы сделаем вот таким вот образом и что да тогда мы его оденем клипса на кармане монументальная просто никуда не убежит прижимная сила здесь великолепная даже сдернуть его проблема но нужен ли он такой на кармане это вопрос уже 10 наверное по поводу заточки бумажку режет хорошо вот брить скотина отказывается то есть не вот вот ничего не цепляет верхний свой эпидермис фу снимает а брить не хочет тоже в принципе это абсолютно не беда но неприятный садок остался то есть что мы получили в итоге это топовые материалы до с 35 лет на клинке этот карбон титан чем карбона здесь реально много в титане есть фрезеровочка дабы облегчить вес клинка спейсер полный тоже довольно неплохо титан слегка 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 оксидирован то есть свет у него изменен видна структура фибры на карбоне это хорошо это мне нравится можете видеть вот по качеству но уже недалеко ушли от кевина глядая хотя честно говоря я наверно их в один ряд поставил вот дизайн интересен некоторые моменты вводят меня просто в ступор как так не понимаю может ребята мне указали на это но я так свисты своей колокольни вот сразу пальцем ткнул то есть клипса подобное было допустим на ножах который дел кевин очень похоже на веновский эклипс это же какие-то отголоски там от 95 и же с ними от широгоровых фрейм внушительный руки ничего не на минает но блин неоднозначно и неоднозначно когда берешь допустим руки тоже себе он за да в принципе такие же деньги мы получаем рабочие ножки без всяких ахов и охов вот палец можно перенести схватить как угодно и на карман посадить здесь же мы этого не видим в крайне я этого не нужно чисто нож как эстетически с лидической точки зрения туда он интересен красиво здесь не . баланса но блин сугубо с практической точки но вы есть куда руки приложить чем-то конкретно это и насечки это и утопить винты поглубже надо бы не не выпирали но просто реально картину портят то есть игла сцепляется и просто сам вот палец как бы при работе не наминают но просто вот глядитесь торчат упали миллиметров там меняли вот такой вот получился нож все что я о нем думаю я рассказал надеюсь было интересно пара фото в конце будет но собственно как она вначале с вами был александр святов рассматривали нож эльф хотя здесь такой глушительный эльф переросток от ребят из кастом knife factory надеюсь было интересно до свидания друзья новых встреч пока и и и Продолжение следует...